Глубоко уважаемые коллеги, прежде всего, позвольте поблагодарить за предоставленную возможность выступать в стенах столь прославленного учреждения. И в этом году мы присоединились к конференции, к форуму... It doesn't work. Мы присоединились к конференции вместе с нашим мероприятием школы хирургии желудка, которое проводилось в 2013-2014-2015 году. И относительно темы сегодняшнего выступления, каковы нерешенные вопросы в хирургии рака желудка, действительно возникает очень много вопросов. Пожалуй, мы на многие вопросы получили исчерпывающие ответы. Сегодня мы знаем, как проводить лимфодисекцию, как осуществлять реконструкцию желудочного и кишечного тракта, как проводить комбинированное лечение. Но, тем не менее, результаты лечения этой тяжелой категории больных продолжают оставаться достаточно неудовлетворительными. Также вашему вниманию предоставлен журнал «Клиническая больница», в котором мы постарались опубликовать последние достижения наших мероприятий. И вы можете ознакомиться на страницах журнала, который доступен на стойке регистрации. Когда мы говорим о пятилетней выживаемости при лечении рака желудка, мы видим, что результаты лечения в европейских странах, Соединенных Штатов, Америки и России не превышают 30% пятилетней выживаемости, в то время как в Японии она достигает 64%. И, по-видимому, на это имеется очень много причин, но одна из них – это, конечно же, стандартизация лимфодисекции, которая выполняется синхронно практически во всех учреждениях Японии. Нужно сказать, что объем лимфодисекции достаточно строго регламентируется предоперационным стадированием. Мы видим, что предоперационное клиническое определение стадии Т, стадии Н и стадии М оказывает решающее влияние на выбор объема лимфодисекции. Но кроме объема лимфодисекции, вся стратегия лечения рака желудка на сегодняшний день также определяется клинической стадией. И выбор стартового метода, неодивантная химиотерапия, хирургический метод также во многом определяется предоперационным стадированием. Что сегодня мы можем предложить для корректного предоперационного клинического стадирования? Это прежде всего набор лучевых методов исследования. И сегодня, если эндоскопия достаточно хорошо позволяет дифференцировать между вариантами раннего рака и практически невозможно ее использовать без сонографического усиления для диагностики более глубоко расположенных новообразований, то компьютерная томография, по данным мировой статистики, демонстрирует прекрасную точность исследований в определении Т-стадии 80-90%. Компьютерная томография несколько менее выигрышна с точки зрения оценки регионарного метастазирования или оценки категории Н. Но, тем не менее, в определении категории Т мы видим, что выявление Т1 опухоли, Т3 новообразований, метастатического процесса, отдаленных метастазов, КТ достаточно высокоинформативный метод. Магнитно-резонансная томография позволяет сопоставлять многочисленные режимы Т1, Т2 взвешенных изображений, а также вариантов с жироподавлением и вариантов многообразия режимов позволяет также проводить дифференциальную диагностику и достаточно точно устанавливать стадию Т2, Т3 или Т4, как на этом слайде. Позитрон-эмиссионная томография, обладая высокой чувствительностью, около 80%, и еще большей специфичностью является собой прекрасный метод дополнения, а также высокоинформативный метод приспорных данных в отношении МРТ или МСКТ по стадированию. Но что сегодня мы видим, анализируя результаты лучевых методов исследования в нашем городе? Выявление факта опухоли рака желудка не превышает 15%. При этом выявляется преимущественно только Т3 или Т4 новообразований, и чувствительность компьютерной томографии не превышает 57% при отборе Т4 новообразований. У 85% пациентов первичная опухоль вообще не описывается на компьютерной томографии, а инстадирование практически полностью отсутствует. Несколько более обнадеживающие результаты выглядят при использовании эндосонографии. И здесь сегодня нам удается приблизиться к 70% точности корректного стадирования в отношении категории Т и в отношении категории Н. Таким образом, на сегодня можно констатировать, что потенциал КТ и МРТ несколько нереализован на сегодняшний день у нас в городе, а эндосонография в какой-то степени компенсирует недостаточное использование других методов лучевой диагностики для предоперационного стадирования. Вопросы спорные, нерешенные вопросы выбора объема лимфодисекции. И здесь нужно отметить, что принципиально существует две точки зрения, два направления. Одно из них – это жесткая стандартизация и жесткая регламентация объема лимфодисекции, независимо от индивидуальных особенностей пациента. И другой – индивидуализированный подход, который предполагает, что для каждого пациента должен быть свой способ лечения, для каждого пациента должен быть свой объем лимфодисекции. Следующие вопросы, которые мы обсудим, – это дополнительная целесообразность использования так называемой бурсоктомии, использования спленоктомии, которая отчасти была уже прокомментирована в лекции предыдущего докладчика, а также использование более распространенных Д3 лимфодисекций. В отношении стандартизации или индивидуализации хочется обратить ваше внимание на старую классификацию 13-го издания Японского онкологического общества, где мы видим, что локализация поражения опухоли в желудке влияет на характер лимфодисекции и очень жестко регламентирует объем лимфатических узлов, удаляемых при Д2 объеме. Сегодня, в 14-м издании, эта классификация значительно упрощена, практически разделена на две подгруппы – дистальную и резекцию желудка, и экстерпацию желудка. Но, тем не менее, сегодня мы видим, что японские коллеги очень тщательно относятся к артированию лимфатических узлов, и регистрация и учет этих лимфатических узлов происходит параллельно с оценкой количества удаляемых лимфатических узлов. Таким образом, необходимость создания регистров крайне важна, и сегодня, наверное, это один из важных вопросов, который стоит перед организацией отечественных регистров. Вопрос, связанный с объемом лимфодисекции, затрагивает не только количество и топографии удаляемых лимфатических узлов, а то, как это осуществляется. И очень важно отметить тот факт, что опухолевые клетки могут встречаться не только в самом лимфатическом узле. Изолированные опухолевые клетки диаметром до 0,2 см или микрометастазы до 2 мм могут обнаруживаться в жировой клетчатке в окружении лимфатических узлов. И удаление только лимфатического узла в виде его энуклеации без удаления клетчаточных пространств окружающих лимфатические узлы по-видимому не является радикальным подходом при выполнении Д2 лимфодисекции. И в этой связи мы, безусловно, говорим о так называемой лимфодисекции анблок. Нельзя обойти вопрос об эмбрионально ориентированной хирургии. И если мы говорим о бурсоктомии, то вариант с бурсоктомией может быть осуществлен путем, так как это изображено вот здесь, путем расщепления листков поперечной ободочной кишки, или традиционно, когда мы идем в виде Д2 лимфодисекции без бурсоктомии, вскрывая панкреатическую капсулу по верхнему краю поджелудочной железы и проникая для осуществления супрапанкреатической лимфодисекции. На сегодняшний день метаанализ проспективных исследований, выполненный группой китайских авторов, пришел к выводу, что бурсоктомия не улучшает отдаленные результаты безрецидивную пятилетнюю выживаемость пациентов, которым выполняется бурсоктомия. Вместе с тем, сама по себе бурсоктомия приводит к увеличению агрессивности выполнения лимфодисекции и увеличивает количество и риск потенциальных осложнений, прежде всего развитие панкреатической фистулы, или, как мы говорим, послеоперационного панкреатита в отечественной литературе. Но последнее исследование GCOG-1001, оно анализирует возможность применения бурсоктомии при селективном отборе пациентов, то есть у пациентов с Т3-Т4 опухолью, в тех случаях, особенно когда опухоль распространяется на серозную оболочку. И это исследование не закончено. Возможно, что мы получим данные относительно дифференцированных рекомендаций к использованию бурсоктомии. Перитениальный лаваш. Долгое время положительное выявление клеток в смывах считалось противопоказанием к операции, поскольку констатировало четвертую стадию рака желудка. Но сегодня, в 2012 году, стали доступными данные относительно того, что даже у пациентов с положительным цитологическим ответом в результате применения комбинированного лечения удается добиться пятилетней безрецидивной выживаемости в течение трех лет 26% и в течение пяти лет 21%. Эти серьезные данные позволили изменить отношение к регистрации позитивной цитологической реакции в перитениальных смывах. На сегодняшний день, согласно клиническим рекомендациям, четвертой версии, которая еще не опубликована на английском языке, но должна выйти в ближайшее время. Перитениальный смыв рекомендуется при всех клинических стадиях Т2 и выше, но позитивный ответ на цитологию не является противопоказанием к радикальным операциям. Пожалуй, это неблагоприятный прогностический сигнал, который свидетельствует о нецелесообразности выполнения расширенных операций, включая резекцию поджелудочной железы и так далее. Но в случае высокого риска рецидива заболевания, таких как четвертый и третий тип макроскопические типы рака желудка, безусловно, стадирующая лапароскопия является достаточно выгодным стратегическим подходом для предоперационного стадирования, и более 50% пациентов в результате предоперационной химиотерапии удается перевести из цитологической позитивности в цитологическую негативность и таким образом в последующем поставить показания к выполнению радикальной гастроктомии. Вопрос о спленоктомии был детально описан в предыдущем докладе, и я позволю себе только повторить, что на сегодняшний день, согласно рекомендациям, основанным на исследовании 01.10, профилактическая спленоктомия не является правильным подходом, и в том случае, если опухоль не располагается на большой кривизне желудка, целесообразнее выполнять спленосохранные оперативные вмешательства. В отношении D3 расширенных лимфодисекций с параортальной лимфоденектомией исследование 95.01 показало, что различий в выживаемости между группами, которые выполнялась в D3 лимфодисекции, и не выполнялась практически нет. Если мы будем дифференцировать в зависимости от наличия параортальных лимфатических узлов, то несколько лучшая выживаемость отмечена в D3 лимфодисекциях, и несколько худшая при позитивном статусе лимфатических узлов. Но исследование 04.05 на сегодняшний день показывает нам, что в случае предоперационной химиотерапии у пациентов, у которых выявлены параортальные лимфатические узлы, по данным клинических методов исследования, их выживаемость, пятилетняя выживаемость не превышает 10% при проведении неоадивантной терапии. И последующие операции в объеме D3 лимфодисекции, или D2 плюс параортальная лимфоденектомия, позволяют добиться трехлетней выживаемости 59%, а пятилетней выживаемости 51%. И таким образом на сегодняшний день профилактическая D3 лимфодисекция нецелесообразна, но вместе с тем дальнейшая разработка прогностических критериев и отбор пациентов для выполнения этих операций в комбинации с предоперационной химиотерапией, по-видимому, будет в какой-то степени обсужден в последующих гайдлайнсах и клинических рекомендациях. В этом контексте также находится одна из последних итальянских публикаций, которые показали, что возможность отбора по гистотипу рака желудка также позволяет в некоторых случаях продемонстрировать эффективность D3 лимфодисекции при достаточно агрессивном диффузном типе рака желудка. Ну и, конечно же, нельзя забывать о взаимодействии с современными достижениями молекулярной генетики, и в случае, если мы имеем возможность использования таргетной терапии, безусловно, результаты лечения этой категории больных достаточно более оптимистично выглядят. Лапароскопическая хирургия при раке желудка, пожалуй, один из наиболее противоречивых, сложных и до конца нерешенных вариантах. На сегодняшний день вы видели ссылку на четвертую версию гайдлайнс, которая еще не опубликована на английском языке, но мы уже поняли, что для раннего рака лапароскопическая дистальная резекция становится стандартной процедурой. Но в отношении местно распространенного рака, той ситуации, с которой сталкиваемся мы на сегодняшний день чаще всего, ситуация абсолютно непонятна и неузаконена. Имеется несколько проспективных рандомизированных исследований. Прежде всего, мы, конечно же, следим за корейскими и японскими исследованиями, которые достаточно четко стандартизируют пациентов по объему лимфодисекции. Вы видите, закончилось только исследование класс 1, которое показало, что лапароскопическая дистальная резекция при раннем раке не уступает открытой операции. Все остальные исследования находятся в стадии обработки данных или же продолжается набор пациентов. И, безусловно, только оценка отдаленных результатов может ответить на вопрос, насколько допустима лапароскопическая хирургия при местно распространенном раке желудка. Проблемы лапароскопической хирургии – это, прежде всего, проблемы адекватной лимфодисекции, и этому во многом посвящены те образовательные мероприятия, которые предлагаются вашему вниманию. Очень сложно при больших новообразованиях избегать принципа хирургии, поскольку мы вынуждены манипулировать желудком и очень часто вынуждены вступать в контакт с опухоли. Проблемы использования энергии – мы вынуждены при лапароскопической хирургии очень много использовать термальной энергии, ультразвуковой энергии, которая тоже может оказать влияние на результаты как онкологические, так и хирургические, и в частности, некоторое увеличение доли панкреатической фистулы связывает с воздействием, неблагоприятным воздействием использования термальной энергии. Проблема адекватной и надежной реконструкции после тотальной гастроктомии, о чем говорил предыдущий докладчик, несостоятельность стеноза, все-таки мы фиксируем, и наши японские коллеги фиксируют, некоторое повышение процента этих осложнений при использовании лапароскопического подхода. И, конечно же, проблемы обучения. Это очень важные разделы, которые требуют реализации в наших условиях. Относительно наиболее проблемного анастомоза хочется сказать, что используются две концепции. Это антиперистальтический функциональный конец-конец и изоперистальтический оверлап. О последнем говорил докладчик. Пожалуй, он обладает большими преимуществами с точки зрения минимального использования натяжения тканей. И этот же принцип используется в так называемом алгоритме выбора типа анастомоза, когда в случае проблем с тканями, например, маленькая культя желудка или же достаточно массивная брыжейка ободочной кишки, мы используем оверлап принцип изоперистальтического анастомоза. В том случае, когда нам необходимо выполнить технически более простой вариант, мы используем функциональный конец-конец. Как вы видите, что тенденции в развитии лапароскопической хирургии, в развитии реконструктивного этапа является стремление заменить использование циркулярных сшивающих аппаратов на линейные сшивающие аппараты. С функциональной точки зрения считается, что это не является ухудшающим фактором. С технической точки зрения это позволяет легче, проще и надежнее выполнять реконструктивный этап операции. Но, тем не менее, этот подход является на сегодняшний день наиболее уязвимым в лапароскопической хирургии рака желудка. Несколько иначе звучит роль лапароскопической хирургии с точки зрения современной концепции ускоренного восстановления или фаст-трек протокола. На сегодняшний день это одно из наиболее перспективных направлений развития всей хирургии. Мы видим внедрение этой новейшей мультимодальной системы во всех областях. Традиционно она исходит из успехов колоректальной хирургии, но сегодня практически все хирурги используют эти протоколы. И в этой комплексной мультимодальной системе использования предоперационного, интраоперационного и послеоперационного междисциплинарного взаимодействия с целью ускоренного восстановления пациента лапароскопическая хирургия занимает ключевую позицию, поскольку позволяет создать условия для ранней активизации пациентов, для раннего их восстановления. И здесь важен не факт ускорения, здесь важен факт более естественного, правильного, гармоничного восстановления пациентов и уменьшения числа послеоперационных осложнений. Ну и в заключение я позволил бы себе сформулировать основные векторы, основные направления развития хирургической методологии рака желудка, исходя из тех основных положений, которые обсуждались сегодня в докладе. Прежде всего это баланс стандартизации и индивидуализации лечебных программ. Для того, чтобы иметь возможность индивидуализировать программу, она предварительно должна быть очень жестко стандартизирована, иначе это превращается в хаос. Но сегодня многие авторы пытаются зондировать возможные пути отступления от установленных стандартов для того, чтобы нащупать наиболее оптимальные варианты решения хирургической проблемы. И несмотря на кажущееся противопоставление стандартизации и индивидуализации, по-видимому, это две стороны единого процесса, которые должны развиваться. Мультимодальный подход и кооперация специалистов. Это отражение необходимости использования комбинированного лечения, и только кооперация специалистов на всех этапах предоперационном, интероперационном и послеоперационном позволяет вывести лечебный процесс на принципиально новый методологический уровень и добиться наилучших результатов. И баланс агрессивности и малоинвазивной хирургии. Хирургия должна быть агрессивной для того, чтобы обеспечивать адекватный объем лимфодисекции, но и хирургия должна быть малоинвазивной для того, чтобы обеспечить минимальную травму. И также эти два понятия, несмотря на кажущуюся противоречивость, являются компонентами единого подхода, когда мы развиваем оба направления. И малоинвазивность отнюдь не связана с маленькими косметичными разрезами. Малоинвазивность отнюдь не связана с маленьким доступом. И если наш доступ, если дверь немного приоткрыта, то, к сожалению, в некоторых случаях за этой, даже пусть немного приоткрытой дверью оперативного доступа, в квартире может быть беспорядок и разруха. Поэтому, с моей точки зрения, второстепенно, насколько широко открыта дверь оперативного доступа, важен анатомический порядок и функциональная гармония внутри пациента. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Виктор Анатольевич. Уважаемые коллеги, у нас есть возможность задать один-два вопроса. Есть вопросы в зале? Очень хотелось бы услышать для практического звена здравоохранения показания к лимфодисекции D3 слева и справа. О каких подтипах речь идет и чем она отличается от пара анатольной лимфодисекции? Спасибо. Когда я говорил о D3 лимфодисекции, я имел в виду D2 плюс параортальную лимфодисекцию. Для практического здравоохранения я считаю, что преждевременно рекомендовать данную технологию, поскольку она достаточно сложна, рискованна для воспроизведения, характеризуется большим числом потенциальных осложнений, должна бы использоваться в руках опытных экспертов и центров, которые имеют достаточно большой объем оперативного вмешательства. Я думаю, что это предмет для внедрения и использования данных технологий исключительно в крупных онкологических центрах с высоким объемом выполняемых операций.